Национальное телевидение Чуваши теперь вещает и в АллатРе. За три года канал появился во всех крупных населенных пунктах республики. Как удалось реализовать этот проект узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Телеканал с уже узнаваемой желтой звездой в АллатРе появился в конце прошлого года. Больше месяца вещания в цифре, в тестовом режиме. После удачного дебюта канал стал доступен всем абонентам кабельной сети. Это более 5000 человек. Причем аллатРцы уже давно просили наладить в своем городе эфир национального ТВ. Этот канал мы ждали давно. Живем в республике и не имеем этого канала. Но сейчас он доступен в аналоге у нас. Буквально на прошлой неделе мы его включили. Сложность была только в организации доступа, доставления канала в АллатРе. С настройками были тоже проблемы. Канал расширили. Только после этого качество позволило вещать в аналоге. То, что телеканал будет востребован, никто не сомневался. После запуска национального ТВ в АллатРе в кабельной сети начали принимать положительные отзывы от горожан. Его появление в эфире ждала и корреспондент местного канала Татьяна Куликова. Больше всего журналистку интересуют выпуски новостей. Она говорит, что именно программа «Республика» их всегда преподносит оперативно. В АллатРе много национальное население. Есть и русские, и мордва, и, конечно же, чуваши. Поэтому, я думаю, этот канал будет очень актуален и будет интересен. Для самой меня, конечно, это тоже интересно, потому что не всегда показывает в ВГТРК канал все новости. А здесь можно более подробно как-то узнать, что происходит в республике. А в ближайшее время в эфире национального ТВ будут выходить и программы об АллатРе. На городском канале сейчас создают десятки телевизионных проектов об истории, православных традициях и культуре. Эти передачи могут быть интересны и жителям других районов. У нас есть молодежная передача, как тусовка. Мы информируем горожан о концертах, культурно-массовых мероприятиях, которые происходят в нашем городе. Также мы берем интервью у знаменитых наших горожан, в основном молодежь и гости нашего города. Сейчас национальное ТВ обещает во всех крупных районах и городах. Реализовать этот проект было сложно. На помощь пришли мобильные технологии. Сигнал передается по оптоволокну компании «Билайн». В компании «Билайн» имеется оптика, которая проложена по территории Чувашской республики. У нас есть Северное кольцо и у нас есть Южное оптическое кольцо. На сегодняшний день сигнал телекомпании национального телевидения подается уже в городах Новочебоксарск, Кугесец, Вильск, Марпасад, Козловка, Тюрлюма. Очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары, в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. Можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Причем качеству картинки никакие расстояния не помеха. По оптоволокну в дома жителей видеоряд поступает без помех. В крупных райцентрах республики национальное ТВ вещает в формате высокой четкости. Это подтверждают и зрители, которые появились у канала в прошлом году. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.